Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова. Как всегда, с вами Александр Сударев и сегодня я расскажу вам о очередном дне приключений нашей съемочной группы в славном городе Вейхай. В этот раз нам удалось принять участие в тест-драйве электробайка, созданного партнером проекта Виктором Арестовым. Мотоцикл называется Кей Кросс и построен он на базе технологии Славянка. На борту установлен двигатель DA100S, что позволяет демонстрировать впечатляющие возможности и наделяет байк прекрасными ездовыми качествами. В ходе тест-драйва мне лично удалось протестировать выделенный мне экземпляр байка в разных режимах работы. По ощущениям, 5-киловаттный двигатель в номинальном режиме работы с возможностью поднятия мощности в пиковом режиме аж до 15 киловатт демонстрирует себя как отличный, динамичный, очень бодрый агрегат, разгоняющий мотоцикл до максимальной скорости в 110 километров в час, что уже является более чем достаточным в условиях любого современного города. На трассе байк также держится очень уверенно. Есть ощутимый запас по динамике, который позволяет с легкостью выходить на обгон и успешно его осуществлять. На сегодняшний день используется аккумулятор на 52 Ач и 72 Вольта, позволяющий проезжать до 120 километров пути. Важно понимать, что заявленный пробег не является рекламным ходом. Это реальное расстояние, которое способен преодолеть мотоцикл в условиях холмистой местности, с водителем не отказывающим себе в удовольствии, динамичной и, я бы даже сказал, немного агрессивной манерой езды. Сейчас на своих экранах вы можете наблюдать, как это получилось у меня, и я точно вам скажу, что данный мотоцикл имеет огромный потенциал не только как носитель отличного двигателя с уникальными возможностями, а как готовый продукт, который будет дарить своему хозяину очень много позитива и будет заставлять улыбаться намного чаще. Существенным бонусом может стать возможность установки дополнительных аккумуляторных блоков кофра на кормовой часть, а это поможет существенно увеличить дальность пробега на одной зарядке батареи и позволит совершать междугородние пробеги. Мне удалось прокатиться по загородным трассам и живописному побережью Желтого моря, насладиться особенностями китайского народного фольклора управления транспортом на городских улицах, а это я вам осмелюсь доложить очень интересный опыт. С места забраться в очень крутую гору и все это на 150-килограммовом электробайке. Удивительно, но двигатель даже и не думал перегреваться. Заднее колесо при желании райдера с легкостью срывается в букс. Причем управление настолько дружелюбно, что вам даже не нужно постоянно искать нужную передачу, так как их всего две, как на коробке автомат. Вперед и назад. И да, вы не ослышались. Очень удобная функция это задняя передача. В определенной ситуации, будь то езда по пересеченной местности или маневрирование на устой городской улочке, эта функция вам очень пригодится. Я получил очень хорошее впечатление. Остался доволен и точно могу рекомендовать K-Cross всем любителям электричек. А теперь самое важное. У каждого из вас есть возможность приобрести такой мотоцикл в личное пользование. Стоимость K-Cross на сегодняшний день составляет 3700 долларов. В момент вашего обращения цена может меняться в зависимости от разных факторов. Поэтому точную стоимость уточняйте на сайте производителя, перейдя по ссылке в описании. Ну а на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваше мнение. До новых встреч!